Что смотреть в оригинале на английском, если вы только начали изучать этот язык? Сегодня мы поговорим об этом непростом вопросе, потому что если у вас уровень интермедиата и выше, такого вопроса не стоит. Вы можете посмотреть любые фильмы, сериалы, начиная с друзей и так далее. Но если вы только начали, всегда это непросто. Меня зовут Екатерина Руненкова, я преподаватель английского онлайн для взрослых. Итак, начнем с основного принципа, которым руководствуюсь конкретно я. Вы должны находить такие видео, в которых и так понятно, что происходит, независимо на каком языке люди там говорят. Вот начать нужно с этого, это идеально. Итак, погнали. Что это за такие видео? Номер один. What's in my bag? Это тип видео, где актриса или какая-нибудь модель достает из сумочки какие-то предметы и далее комментирует. Да, это вот такие снэкс, там Лейс показывает, я их постоянно ем или там эта помада, она мне так нравится и так далее. Супер. Номер два. Это так называемый Get Ready With Me. Видео, где человек собирается куда-то. Это может быть там собирайся со мной на работу или собирайся со мной на какой-то праздник. Опять же, человек снимает себя и параллельно комментирует. Вот я делаю прическу, вот я крашусь, вот я там выбираю себе наряд. Очень много простого, да, базового языка вы найдете в этих видео. Такую лексику, которая пригодится в обычной жизни. Итак, номер три. Это холлы. То есть, это видео, где человек хвастается, показывает свои покупки. Тоже очень классная тема. Если вам нужна какая-то конкретная лексика, например, вы только прошли одежду самостоятельно или с учителем и вы хотите побольше посмотреть, побольше поизучать, вы можете набрать, допустим, clothing hall или какой-то магазин, вы знаете, там Zara hall, H&M hall и так далее. Опять же, человек будет доставать свои покупки из пакетов и рассказывать. Это футболка, мне она понравилась, примерит, как-то там стилизует и все это комментирует параллельно. Номер четыре. Это так называемые DIY. Это слово DIY расшифровывается как Do it yourself. Сделай это самостоятельно. То есть, обычно это какие-то переделки. Человек берет какую-то, может, футболку из нее, как-то режет, клеит, шьет и получается какой-то прикольный топ или накидка. То же самое с какими-то предметами мебели. Какие-то штучки купил из Икеи, склеил, вот и получилось красивое там зеркало или декор в комнату. Вот. Опять же, человек клеит, режет, шьет и все это параллельно комментирует. Номер пять. Это рецепты. Вы можете найти эти видео, набрав слово recipe или what I eat in a day, in a week. Тоже супер. Опять же, человек расскажет, вы видите, да, что за ингредиенты. Человек их назовет, да, и параллельно он рассказывает, как он готовит их. Или, например, что он покупает, да, чтобы это приготовить. Едем дальше. Номер шесть. Это work out. То есть, человек, какой-то тренер записывает тренировку на английском. Вы видите, какие упражнения человек делает. Вы можете даже встать и позаниматься, да, вместе с тем. Вы изучаете такие слова, как прыгни, да, там, не знаю, нагнись и так далее. Едем дальше. Я уже забыла, какая там цифра. Это мейковеры. Мейковер, да, прекрасное преображение. Обычно, да, такой очень часто популярен формат, когда 24 часа, да, или столько-то денег я потратила, да, и девушка. Обычно это девушки, да, они рассказывают, вот, сделала себе ногти, сейчас едем там обновлять волосы, там, стрижемся, красимся. Опять же, бытовая лексика, все, что вам нужно, да, женщины, чтобы выжить, да, в другой стране, все эти вещи там поднимутся. Едем дальше. Значит, такие, скажем, социальные ролики, ну, какие они социальные, они никакие не социальные, но, где очень много разных людей. Это, например, what people in New York are wearing. Ну, вместо New York подставьте что угодно. Что носят люди этой страны, этого города, вот сегодня, да, они вышли на работу, что на них надето. Очень часто, там, ведущий, да, это блогер, может быть, какой-то, он подходит к разным людям. Это очень здорово, потому что вы услышите разные акценты, акценты всего мира, да. Это не вот такие вот, скажем так, идеальные дорожки учебника, да, то есть какие-то треки, записанные актерами с британским или американским произношением. Нет, это вот реальная жизнь, как люди по-настоящему говорят. Сюда же относится видео, how did you meet your partner, да, там идут двое людей, там муж, жена, парень с девушкой, да, значит, пара какая-то. И, опять же, к ним подходят и спрашивают, как вы встретились, как вы познакомились. Такие видео вы можете найти в длинном формате на YouTube и в коротком, очень много мне попадается в запрещенной сети в Instagram. Значит, что еще, да, здесь можем мы назвать. Это, значит, такие типы видео, как какой-то актер, да, здесь вот имя какого-то, да, Miranda Cosgrove, Cosgrove answers the web's most searched questions. Это тип интервью, может быть, видели такое, где, опять же, актер сидит, сам себя спрашивает и сам отвечает, да, то есть обычно у этих актеров есть такая небольшая, как назвать, досочка или что, в общем, они отрывают эти вопросы. И очень часто там достаточно простые вопросы попадаются, например, там, can she speak Spanish, is she Australian, да, то есть что она там может делать, вообще какая у нее национальность, есть ли у нее там брат-сестра, какие-то достаточно простые вопросы. Будут и сложные, да, то есть вот этот формат я его называю в конце, потому что по сравнению с другими он, конечно, сложнее, да, там могут быть какие-то узкоспециальные вопросы касательно карьеры этого музыканта или актера, но в целом, да, много чего подойдет и для нас. Ну все, мой список на этом заканчивается. Если у вас есть свои какие-то идеи, пожалуйста, пишите их в комментариях и увидимся. Бай-бай!